ПЕСНЯ Благодаря всекубанской акции сотни выселковцев вовлечены в спортивно-оздоровительную деятельность. Тренера хорошо тренируют, база хорошая и у спортсменов есть желание тренироваться. Твое самое заветное желание как спортсмена какое? Стать знаменитым хоккеистом и поехать на Олимпиаду в Сочи. Торжественная церемония встречи олимпийского флага в рамках всекубанской акции в поддержку проведения 22-х олимпийских зимних игр и 11-х пара олимпийских в городе Сочи 2014 года прошла зрелищно по девизам «Кубань навстречу играм в Сочи». У нас огромное количество объектов строится, у нас огромное количество мероприятий. Мы самые высокие темпы по развитию физической культуры в Российской Федерации. Конечно, это не может не сказываться на общем имидже Российской Федерации. В том числе мы даем примеры, показываем, как надо и возможно развивать физическую культуру. Она начинается в сельском поселении, в каждом, начинается в каждой семье, начинается в каждом классе. Флаг акции внес лучший спортсмен Тимашевского района, мастер спорта международного класса по повеслею Дмитрий Бородин и передал его главе Василковского района. Я думаю, спортсмены и любители спорта Василковского района покажут, что они достойны высокой чести пребывания этого символа олимпийского движения на территории нашего района. И за тот месяц, который этот флаг проведет у нас во всех сельских поселениях, поселениях, я думаю, мы докажем, что поселковские спортсмены – самый лучший край. С праздником всех! Приняли олимпийский флаг пять лучших спортсменов Василковского района. Чемпион России по плаванию среди пара олимпийцев Александр Демьяненко. Победители соревнований различных уровней – Владимир Ищенко, Екатерина Аксененко, Виктор Больников и Кристина Придачина. От имени всех спортсменов Василковского района решают провести строительство в Северной Бородинске раньше. Мы докажем, что в Северной Бородинске – это территория спорта. Здесь живут и воспитываются будущие архивийские чемпионы. В рамках всекубанской акции наши спортсмены встретились с олимпийскими чемпионами разных лет, которые посетили олимпийские уроки в школах и спортивные соревнования. Так Ирине Караваевой, например, досталась почетная миссия сбросить шайбу в дружеском матче по хоккею. Заслуженному мастеру спорта по тяжелой атлетике Александру Иванову удалось поучаствовать в судействе турнира по пауэрлифтингу. В рамках спортивного праздника нашим ребятам предоставилась уникальная возможность пообщаться с легендами спорта. Гости, в свою очередь, высоко оценили увиденное. У вас, тем более, станица такая небольшая, примерно как и моя, но спортивных сооружений очень высокого класса. Даже я во многих городах был по краю, когда маленький был, на первенстве по краю ездил. Даже не то, что скажу, что не везде есть такие спортивные сооружения, но вот кроме Краснодара я таких не видел еще зданий. Я считаю, что с самой оптимальной перспективы, потому что видна и работа тренеров, и работа тех людей, которые стоят рядом со спортом, что это одна большая команда. Я думаю, что ребятам очень повезло. У нас есть желание, вот это к спорту имеет отношение, чтобы было хорошо всем, где они живут. Понимаете, для того, чтобы не надо было уезжать куда-то, как вот в свое время было, надо было поехать в Москву, чтобы продолжить занятия спортом. А сегодня мы пытаемся, и это самое главное, наверное, решение губернатора, чтобы каждый ребенок мог в любом месте, где он родился, достичь самых высоких достижений. Вот, наверное, это самое главное. Самый главный секрет олимпийских побед – рост. 99% труда и 1% удачи, и у тебя будет олимпийское золото. Надо только тренироваться и терпение иметь, все остальное, как бы, это от человека зависит, то есть, если он захочет, он добьется. В спорте высоких достижений добываются не самые талантливые, а самые настойчивые. Поэтому мое пожелание каждому ребенку и вообще каждому жителю быть настойчивым, и тогда все цели, которые он перед собой ставит, он обязательно добьется. Олимпийский флаг в декабре побывает во всех сельских поселениях района. Олимпийский символ пробудет в нашем районе до конца декабря, после чего наши спортсмены передадут его в руки представителям спортивного движения соседнего Кореновского района. Субтитры создавал DimaTorzok